Меня поражает, что видя, что страну обложили санкциями, что экономика бусует, что рубль потерял в цене вдвое, что 72 человека из 100 живут на 15 тысяч рублей менее в месяц, что даже дети войны получают всего по 10-12 тысяч в месяц, а на эти деньги даже лекарства и еду купить невозможно, коммуналка прет и цены дальше бушуют. И на этом фоне Единой России ничего не предлагает обществу, кроме махинаций, общественным сознанием, запутать выборную кампанию и дальше сидеть и царствовать. Когда они говорят, что они побеждают, можно победить только насилием и мухляжом. Потому что никогда в мире ни одна партия не побеждала на выборах, никогда, если она обваливала экономику и финансы. Можно выдавить, но выдавливать долго не придется. Я посмотрел наметки господина Медведева с его финансистами либеральными. Они урезают бюджет на следующий год, на 500 миллиардов. Они полностью под ручку обрезают всю науку, социалку и здравоохранение. А без науки и качественного образования еще никто в жизни не проводил модернизацию. И эта политика продолжается. Она закамуфлирована этими дебатами, на которых невозможно было даже раскрыть суть происходящего. Мы предложили всем народно-патриотическим силам объединиться. Они объединились под нашим флагом. Они готовы идти на выбор. Они готовы формировать сильную профессиональную команду. Еще раз заявляю официально от нашего блока патриотических сил. Мы готовы к нормальному диалогу. Но мы категорически против тех манипуляций, которые сегодня реализуются. Того ворота голосов, которые организуют Меркушкин, Самария и некоторые других регионы. Мы категорически против Жириновщины. Любое предложение, если вы начнете реализовать, оно закончится через две недели войной и большой войной. Мы готовы к конструктивной нормальной работе. Я хочу, чтобы и президент это услышал. У него тоже есть два выбора в этой ситуации. Или поддержать государственную патриотическую линию во внутренней политике, как проводить во внешней. Или обвалы гниения будут неизбежны. Они из 600 миллиардов долларов с алтовалютных резервов профукали 200 миллиардов. Ни в одной отрасли не стало лучше. Стало везде хуже. Если еще 200 профукают, им нечем будет платить бюджетник. И как бы они их не насиловали, заставляя голосовать, как прикажут. Как бы они не пытались проводить тихую кампанию сверху и воровскую внизу. Ничего это не поможет, не спасет. В богатейшей стране мира люди бедствуют. Две трети граждан страны становятся нищими, бедными. Они долго терпеть не будут. Поэтому мы предлагаем вовремя одуматься. И готовы вести конструктивный диалог. Но мы все сделаем, чтобы защитить свои голоса и достоинства граждан. Поэтому благодарим журналистов. Я официально отправил всем структурам свое электронное обращение и письменное обращение. Прошу у нашей штабы, все без исключения, вручить его губернаторам непосредственно с нашей программой. Она опубликована тиражом 20 миллионов экземпляров. Всем руководителям регионов, районов, городов, муниципалитетов. Всем руководителям избирательных комиссий и силовых ведомств. Пусть внимательно почитают. Нам нельзя возвращаться в лихие 90-е. На фоне того, что нас облажили со всех сторон. И любые внутренние неурядицы обязательно обернутся против целого России. Путин призвал голосовать за Россию. Голосовать за Россию. А не за воровство голосов и те манипуляции, которые подготовили его подчиненные ниже. Он обязан навести порядок в своем доме. Потому что одни заявления на госсовете, одни заявления перед гражданами страны и депутатами. Совсем другое поведение в ряде регионов, где ничего не делается, чтобы унять того же Меркушкина. В Аризоне ту же администрацию Нижегородской области. Там замом Ушанцева посадили некто Антонова. Он создал там организованную преступную группировку. Абсолютно 100% преступную группировку. Которые проводят не выборы, а спецоперации. Не надо, чтобы в стране эти выборы напоминали спецоперацию по выжиманию голосов. Это выборы должны быть выбором граждан. И они должны быть уважаемыми.